На борьбу с замороженными стройками детский сад-долгострой в поселке Харута на 80 мест перепроектируют в школу-сад на 50 мест. Все рецепты по одной карте. С 1 апреля в Наринмаре и поселке Искатели стартует пилотный проект по использованию электронных социальных карт, которые заменят собой рецепты на молочку и смеси. Нет самолечению. Росздравнадзор усилил контроль за соблюдением федерального законодательства в отношении отпуска лекарственных средств в аптеках. С главными новостями этого дня в студии Валентина Чибичек. Глава региона призвал власти округа усилить работу по борьбе с долгостроями социально значимых объектов, а также оптимизировать поселковые здания малокомплектных учебных заведений. В соответствии с этим поручением детский сад «Долгострой» в поселке Харута на 80 мест перепроектируют в школу-сад на 50 мест. В настоящее время муниципальное казенное учреждение Заполярного района «Северное» проводит открытый конкурс на обследование и корректировку проекта. Согласно сайту госзакупок, итоги открытого конкурса подведут в середине марта. Начальная цена контракта – 3 млн 600 тыс. рублей. При заключении контракта будет учитываться цена и квалификация участников закупки. Победитель должен будет выполнить обследование конструкций, провести изыскание и разработать проектную документацию. Согласно конкурсной документации, срок окончания работ – 5 декабря 2017 года. По результатам обследования и перепроектирования планируется провести конкурс для выбора нового подрядчика, который продолжит и завершит строительство объекта по новому проекту. В двухэтажном здании школы-сада общей площадью почти 1500 квадратных метров планируют разместить три помещения для смешанных групп, блок начальной школы для первого класса с группой продленного дня, кабинет логопеда и психолога, зала для физкультурных и музыкальных занятий, а также кабинеты психологической разгрузки и познавательного развития, пищеблок, прачечную, медицинский блок, прогулочную веранду и зимний сад. Беременным женщинам окружных сел стало проще бесплатно вылететь в Наринмар на обследование. На заседании администрации рассмотрели дополнение в порядок предоставления бесплатного перелета беременным женщинам при необходимости обследования в медицинских учреждениях Наринмара. Альтернативная мера социальной поддержки позволит вылететь в столицу региона даже в сложных финансовых условиях. Возможность улететь в Наринмар на обследование беременные женщины населённых пунктов округа имеют и сегодня. Принятые поправки дают женщине право выбора – купить билет самой и получить за него денежную компенсацию или лететь по направлению врача. Если сейчас беременная женщина покупает билет за собственные средства, а потом получает его компенсацию, то данный механизм даёт женщине альтернативу. Если она не имеет на тот момент собственных финансовых средств, то она летит по направлению медицинского работника, а потом компенсируется стоимость билета авиаперевозчику. Альтернативная мера поможет беременным женщинам, которые находятся в сложной финансовой ситуации, всё-таки прибыть в Наринмар для прохождения медицинского обследования. Для оформления бесплатного авиабилета женщине необходимо обратиться к перевозчику с паспортом и гарантийным письмом об оплате проезда. Позже стоимость перелёта будет компенсирована транспортной компанией в полном объёме. Также на заседании администрации был утверждён новый порядок компенсации расходов на зубопротезирование. Сегодня эту меру дополнительной социальной поддержки получают неработающие граждане старшего поколения, которые постоянно проживают в Ненецком округе. В целях оптимизации расходов мы предлагаем предусмотреть однократное предоставление указанной меры социальной поддержки. В настоящее время она предоставляется один раз в три года. И в связи с этим положение дополняется новым основанием для отказа – это обращение гражданина, ранее получавшего компенсацию. Сумма компенсации составляет не более 30 тысяч рублей. С 2011 года этой мерой дополнительной социальной поддержки воспользовались более 2100 человек. 784 жителя округа получили эту помощь более одного раза. Получить детские смеси, каши, молоко и бифидок в скором будущем можно будет только по электронным социальным картам. Пилотный проект по их использованию стартует в Наринмаре и поселке Искателей с 1 апреля. Родителям, имеющим право на бесплатное детское питание, получив такую карту, уже не нужно будет ежемесячно ходить к врачу за рецептом. Льготные рецепты на детское питание будут выдаваться сроком на полгода. Инициаторы проекта утверждают, внедрение электронной системы будет удобно всем участникам этого процесса. О плюсах новшества, о том, где и как получить электронную карту, представители Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения рассказали на брифинге журналистам местных СМИ. Вот так выглядит электронная социальная карта «Мир.Нао» – результат совместного проекта администрации региона и Ненецкого информационно-аналитического центра. Такая карта будет подтверждать право любого жителя округа на получение полагающихся ему мер социальной поддержки. В перспективе всех мер, которые предоставляются за счет окружного бюджета. Но пока проект находится в пилотной стадии. Право первыми воспользоваться электронным новшеством выпало родителям, имеющим льготное право на получение бесплатного питания детям до трех лет. По словам Сергея Свиридова, электронная социальная карта облегчит жизнь мамам и папам. Первое прощение – это сокращение количества походов для получения рецептов. То есть сейчас их нужно получать каждый месяц, подтверждая свое право. С момента получения карты это надо будет делать раз в полгода. Это первый момент, который облегчает существенно решение этого вопроса. Дальше мы планируем, что они по межведу будут передаваться непосредственно в адресную социальную помощь информационную систему. Соответственно, получая рецепт, даже потом не надо будет повторно приходить в МФЦ. Этот вопрос сейчас технически прорабатывается. Если две системы будут взаимодействовать, то именно будет в последующем так. Внедрение электронной системы учета льгот исключит бюрократическую волокиту. Обладатели карт освободятся от необходимости подтверждать свое право на социальную помощь дополнительными справками и документами. Инициаторы проекта утверждают, с внедрением электронных карт порядок выдачи питания не изменится. Также, как и сегодня, предъявив электронную карту в аптеках Нинецкой фармации, можно будет получить молочные и кисломолочные смеси, безмолочная каша, сухую молочную смесь для недоношенных и маловесных детей, а также специализированную смесь для питания малышей с непереносимостью лактозы. Рецепт на них будет выдаваться на полгода. Если питание не подойдет вашему малышу, педиатр выпишет другой рецепт. Этот вариант мы тоже обговаривали, они смогут поменять на то, что необходимо. Потому что питание выдается также не на месяц, не выдается на полгода сразу. То есть, если рецепт будет у вас на полгода, получить питание по карте, сейчас у нас по контракту отпускает Нинецкая фармация, смогут получить только в месяц. Кроме Нинецкой фармации, детское питание отпускают в ВИТе. Ежедневный молочный набор на каждого ребенка составляет 200 мл детского молока и 200 мл кефира в день. Порядок выдачи в ВИТе также не изменится. Раз в два дня. Потому что по контракту, который заключается, срок годности предусмотрен не более трех дней. Соответственно, как и сегодня, так и по социальной карте накопления не предусмотрены. По порядку можно только получать продукцию за два дня. Таким образом, внедрение электронной системы исключит возможность накопления. И единоразово получить детское питание, к примеру, за неделю уже не получится. По прошествии двух дней система будет обнулять львоту. По словам Сергея Хабарова, руководителя молочного предприятия, электронная система будет удобной и родителям, и работникам магазинов фирменной сети. Более оперативно будет и более доступно будет. И потом не надо бумажную процедуру ввести эти карточки, что неудобно на сегодняшний день. То оборудование, которое необходимо для того, чтобы с этими картами работать, мы уже закупили, уже установили. Не адс будет нам сопровождать. Мы с ними не имеем договорные отношения. Значит, у нас три точки в искателях. Магазин номер два в Кажготе и магазин номер один, где мы сейчас с вами находимся. Электронная карта именная, а значит, оформить ее могут только законные представители – мамы и папы, опекуны, попечители, приемные родители детей до трех лет. Есть два варианта, как оформить социальную карту – через МФЦ или региональный сайт госуслуг. В последнем случае получать ее в любом случае придется в многофункциональном центре. К заявлению необходимо приложить рецепт врача, копию паспорта, копию свидетельства о рождении ребенка, а также фотографию заявителя. Если фотографии нет, ее сделают специалисты центра в день обращения. Карта будет готова через шесть дней. При утере повторный ее выпуск придется оплачивать. Напомню, сегодня проект «Электронная социальная карта» находится в пилотной стадии и пока реализуется только для родителей, имеющих право на бесплатное детское питание. Заявления на выдачу карты уже можно подавать. Действовать они начнут с 1 апреля. Сегодня льготами на получение питания для детей до трех лет за счет окружной казны пользуется порядка одной тысячи человек. Социальная карта позволит реализовать принцип адресности предоставления соцподдержки. Кроме того, она поможет вести точный учет льготников и услуг, которые ими востребованы. Ирина Цепетова, Леонид Жишелов, Телеканал Север. С 1 марта 2017 года в аптеку только с рецептом в руках. Росздравнадзор усилил контроль за соблюдением федерального законодательства в отношении отпуска лекарственных средств в аптеках. Ужесточение правил продажи медикаментов, в том числе антибиотиков, продиктовано обеспокоенностью врачей масштабами распространенности случаев самолечения. Нововведение широко обсуждается общественностью, но врачи уверяют, никаких неудобств это не вызовет. Какие изменения нас ждут и правда ли, что практически все препараты можно будет купить только по документу от доктора, выясняла Елена Семеновичева. То, что ряд лекарственных средств можно приобрести исключительно по рецепту врача, ни для кого не новость. Порядок был утвержден еще в декабре 2005 года приказом Министерства здравоохранения России. А вот ужесточение правил продажи медикаментов, в том числе антибиотиков, мера скорее вынужденная. В последнее время люди все чаще предпочитают лечиться самостоятельно, не обращаясь за квалифицированной помощью. Обращаются каждый день. Инциденты, конечно, у нас происходят. Вот это буквально каждый второй гражданин. И приходится отправлять таких людей для получения рецептов. Врачу очень часто возмущаются, что в большие очереди очень сложно попасть. Поэтому проблематично получить рецепты. Чаще всего антибиотики, тем более сейчас такая ситуация, что люди очень часто болеют и приходят, просят отпустить без рецептов, чего мы сделать, к сожалению, не можем. Также приходят за гормональными препаратами. И самое, наверное, на первом месте препараты – это от давления. Да, очень часто приходят пожилые и спрашивают именно препараты от давления, которые тоже отпускаются по рецепту. Кажется, всё очень удобно и практично. Не надо сидеть в очереди, ожидая приёма у врача. Да ещё и реклама подливает масло в огонь, делая наш выбор более уверенным. Но часто в таких случаях мы не достигаем желаемого результата. И уже после проведённого самолечения приходится обращаться в медицинское учреждение. Вот тут-то и возникают серьёзные проблемы. Самолечение, во-первых, опасно тем, что возможны побочные действия. То есть, в зависимости от того, какой препарат, у них разные побочные действия. Это во-первых. А во-вторых, пациенты, если занимаются самолечением, потом в итоге приходят к нам с пневмонией тяжёлой, дыхательной недостаточностью. Кроме того, по словам Светланы Николаевны, никакого ажиотажа и очередей в поликлинике нет. Если вы заболели и вам срочно нужен рецепт, но талончиков нет, вас в любом случае примут и выпишут все необходимые документы. Хочу сказать, всё зависит, конечно, от докторов. Нас знают, что они в любое время, даже если записи нету, бывает, что прошляпили, лекарства заканчиваются, льготники. Они приходят, у нас вечерний приём, час последний, у нас выделяется для работы пациентов с больничными. То есть, не всегда бывает всё время занято. Они приходят к концу приёма, всех принимаем, всем всё выписываем. Под гриф только по рецепту попадают далеко не все препараты. Всё, что на витринах аптек, в свободном доступе. А вот большинство обезболивающих таблеток, антибиотики, препараты от давления, сахарного диабета и другие препараты, необходимые для лечения хронических заболеваний, как и прежде, приобрести можно исключительно при наличии документа от доктора. Кроме того, настаивая на продаже лекарства без рецепта, покупатели подталкивают провизора на нарушение должностных обязанностей. А за это сотрудник и аптека могут заплатить серьёзный штраф. С 1 января его размер значительно увеличен. К примеру, если за отпуск лекарств определённого ряда до 1 января штраф составлял от 1,5 до 3 тысяч рублей для фармацевта, то теперь он заплатит от 5 до 10 тысяч рублей. Должностное лицо теперь заплатит уже от 20 до 30 тысяч рублей против 5 до 10 тысяч рублей в прошлом. Юридические лица – от 100 до 150 тысяч рублей. Кроме того, за нарушение правил отпуска лекарств у аптеки могут приостановить деятельность на срок до 90 суток. В настоящее время таких нарушений в окружных аптеках выявлено не было. Елена Семёнычева, Антон Водряков, Телеканал «Север». Правила ужесточаются. Внесены поправки в Кодекс об административных правонарушениях. За ненадлежащий ремонт и содержание дорог будут штрафовать. В центр города наводнили документы и фотографии. Мусор одного из магазинов города оказался не на свалке, а у всех на виду. Президент России Владимир Путин подписал поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В частности, увеличиваются штрафы за несоблюдение правил безопасности при ремонте и содержании дорог, а также вводятся новые – за нарушение при строительстве, реконструкции дорог и железнодорожных переездов. Размер санкций будет зависеть от последствий, наступивших в результате правонарушения. Также вводится административная ответственность за невыполнение в положенный срок предписания ведомства, осуществляющего госнадзор в области обеспечения безопасности дорожного движения, об устранении нарушений. Автодорогу на Ринмар-Искатели реконструируют. Централизованный стройзаказчик провел торги на выполнение проектно-изыскательных работ. Как пояснили в Департаменте строительства, ЖКХ энергетики и транспорта округа, основная цель – привести дорогу в нормативное состояние и обеспечить удобство и безопасность для участников дорожного движения. Победителем открытого конкурса признали котловское предприятие «Проект Газстрой». Оно предложило выполнить работу за 5 млн. 950 тыс. рублей. На торгах, помимо цены, также учитывали квалификацию участников закупки. Согласно условиям контракта, планируется разработать проектную документацию с определением объемов и стоимости работ, необходимых для устройства пешеходных тротуаров, съездов, наружного освещения, установки автобусных павильонов, озеленения и ограждения. Кроме того, в рамках реконструкции предполагается устройство автомобильных дорожек и площадки поста весового контроля. Будут предусмотрены около 80 съездов к частным домам и на второстепенной улице, а также порядка 20 автомобильных парковок возле административных зданий и магазинов. Разработку документации должны завершить до конца 2017 года. После реконструкции современное освещение появится вдоль всей трассы, а протяженность пешеходных тротуаров составит более 13 километров. На зимнике Наринмар-Усинск после метели восстановили движение для всех видов автомобилей. Дорожники закончили ликвидацию снежных заносов и привели главный зимник в нормативное состояние. В настоящее время проезд по временной автодороге официально открыт для всех видов транспорта. По информации диспетчерской службы Наринмар-Доримстроя, сейчас на объекте задействовано более 20 единиц техники. Узнать оперативную информацию о состоянии ледовых переправ и зимников можно по телефону диспетчерской службы 8-911-066-7902. Кроме того, данные о главной ледовой дороге отображаются на информационных табло, установленных в начале зимника в районе поселка Хариягинский и на Лаевожской дороге в районе асфальтобетонного завода. Для обеспечения собственной безопасности водителям рекомендуется иметь в автомобиле буксировочный трос, лопату, дополнительную теплую одежду, запас еды и горючего. Сотни документов, фотографии и календари обнаружили сегодня сотрудники офисных помещений по улице Ленина, 25А. Бумажный мусор буквально покрыл всю дворовую территорию. Фотографии, товарные накладные и другие документы пестрили на снегу до тех пор, пока сотрудники одной из компаний взяли в руки мусорные мешки и убрали основную часть отходов. Кому они принадлежат и какая ответственность лежит на виновном лице, выяснила наша съемочная группа. Утро четверга для сотрудников Ненинской компании электросвязи началось с субботника. Через несколько минут уборки были собраны три пакета бумажного мусора. И это только основная часть. Фотографии, в числе которых изображения детей, фото на документы, товарные накладные, остались лежать на виду у прохожих. Как рассказали сотрудники НКС, мусор принадлежит магазину «София». Место несанкционированной свалки осмотрели специалисты отдела муниципального контроля городской администрации. У нас в округе есть закон НАУ-366 ОЗ об административных правонарушениях. Мы уполномочены составлять протоколы по статье 6.1.1 этого закона, который регламентирует административные правонарушения в области благоустройства. Статья эта влечет предупреждение или наложение штрафов на граждан от 1000 до 3, на должностных лиц от 3000 до 5000, и на ИП и юрлиц от 10 до 30. О причинах такого отношения к фотографиям своих клиентов и документов узнаем у руководителя фирмы. Дмитрий Кыркалов подтвердил – мусор действительно их. Сотрудника, который вывез мусор не на полигон, а выкинул в контейнеры, тут же вызвали. Вместе с нами он пошел к месту несанкционированной свалки, и через несколько минут мусор был убран в мешки и увезен. Так что наринмарцы могут не беспокоиться, что найдут свои фотографии на дорогах города. Валентина Чибичек, Леонид Шишелов, Антон Водряков, Телеканал «Север». Понять – твое или не твое. В Наринмаре в рамках цикла мероприятий по осознанному выбору профессии состоялся конкурс парикмахерского мастерства. Участие в нем приняли воспитанники школы имени Антона Пырерки. Какую профессию выбрать? Над этим вопросом хоть раз задумывался каждый из нас. Кому-то этот выбор дается тяжело, а другие наоборот. Точно знают, чего хотят. Помочь детям определиться с выбором будущей профессии призван окружной конкурс парикмахерского мастерства в мире моды. Он прошел в Наринмаре в Международный женский день. Участниками конкурса стали трое воспитанников школы имени Антона Пырерки. Завершением конкурса стал показ мод во Дворце культуры Арктика. В Международный женский день воспитанники школы имени Антона Пырерки на время перевоплотились из обычных школьников – стилисты. Вооружившись стайлером для волос, средствами для укладки и прочими парикмахерскими инструментами, юные дарования создают прически своим сверстницам и тут же придумывают им название. Прическу я назвал сам, но это вечерний стиль и ее название – Дэнджерс Луман. Делать ее было не так уж и сложно, но все равно было сложно закалывать. Попробовать себя в качестве настоящего стилиста такой шанс выпадает не каждому. Но для воспитанников школы имени Антона Пырерки это стало возможным благодаря конкурсу парикмахерского мастерства в мире моды, инициатором которого стала уполномоченная по правам ребенка в Ненецком округе Римма Галушина. Площадкой для проведения конкурса стала студия красоты, где накануне для троих финалистов опытные наставники провели мастер-классы. Теперь ребятам предстояло показать все, чему они научились. Сегодня я делала прическу для вечернего стиля. У меня модель была Наташа. Когда показывала Анна Сергеевна, было легко. Казалось, очень легко это делать, но когда я начала сама, это было тяжеловато, особенно когда ты уже сделал косичку, и уже под конец, когда ты заделываешь этот пучок, было тяжеловато, потому что волосы выбиваются. Юные стилисты волнуются, ведь в конкурсе парикмахерского мастерства они участвуют впервые. Наставница ребят, руководитель студия красоты Анна Сылка уверена, мастерство придет с опытом. Для того, чтобы в профессиональном конкурсе участвовать, нужно тренироваться около двух месяцев. У них было на это всего три дня, они достойно с этим справились. Все модели довольны, все прически красивые. Прически выполняли в трех стилях. Это модный образ, вечерний образ и деловой стиль. Может быть, эта профессия кому-то поможет определиться в жизненном пути, поможет достичь каких-то хороших результатов, целей. Надеемся дальше сотрудничать в этом направлении. Возможно, будут какие-то еще мероприятия, будем рады поучаствовать в них. Своих подопечных Анна поддерживает и на словах, и на деле. Где нужно подправить локон, поможет зафиксировать укладку. Сразу видно, к выбору своей профессии девушка подошла осознанно. После того, как последние штрихи были выполнены, образы моделей готовы, а сами конкурсанты наконец-то смогли выдохнуть, жюри приступило к обсуждению. После долгих раздумий компетентная комиссия объявила итоги конкурса. Каждый из вас является победителем, но в своей номинации. И поэтому диплом вручается победителю окружного конкурса парикмахерского мастерства в мире моды в номинации «Лучший вечерний образ» Ивановскому Донасту. Все финалисты конкурса получили дипломы и памятные подарки. Моделей также ждал приятный сюрприз. После салона красоты воспитанники НШИ вместе с организаторами конкурса отправились во дворе скульптуры Арктика. Моделей ждал мастер-класс по мейкапу. За работой визажиста с любопытством наблюдают юные красавицы и джентльмены. После – дефиле с участием воспитанников детского дома. Показ домашней одежды сменился на дефиле в вечерних платьях, который плавно перешел в красивый парный танец. Продемонстрировали участники дефиле и одежду в деловом стиле, где во всей красе выступили мальчишки. Для воспитанников детского дома праздник в мире моды и участие в конкурсе парикмахерского мастерства стало значимым событием. Ребята были в центре внимания, смогли проявить свои таланты и способности. А кто-то, возможно, определился с выбором будущей профессии. Эти конкурсы профессионального мастерства, они как раз нацелены на то, чтобы ребята могли осознанно выбрать себе будущую профессию, чтобы они представляли себе, что это за профессия, где они могут быть востребованы, где они могут работать в будущем с этой профессией. Конкурс удался, действительно, и образы получились великолепные, потому что, действительно, здесь ведь не только прическа, здесь полностью образ. То есть вот стиль ребята создали, и я очень горда тем, что действительно у них это получилось. Я думаю, что они сами вдохновились. Это, в принципе, уже работа стилиста, это не просто даже парикмахерское искусство. Впереди у ребят несколько лет учебы, чтобы решить, какую профессию выбрать и по какому жизненному пути идти. Ирина Нежалова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Такова информационная картина этого дня. Мы следим за развитием событий. Увидеть новости можно и на нашем сайте по адресу www.trk.sever.ru. Далее смотрите прогноз погоды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова